Друзья, привет! Спасибо, что вы с нами. Алексей Гуман меня зовут. Это означает вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Как всегда, сегодня с нами экс-шпион, сотрудник первого главного управления КГБ, писатель Сергей Жирнов. Сергей Олегович, здравствуйте! Очень рад вас видеть. Привет, Алексей! Я тоже очень рад. И привет всем нашим зрителям. Друзья, сегодня знаменательная дата. Три месяца со дня смерти Путина. Ну как? Ну, по версии профессора Соловья, конечно. Именно 26 октября, получается, тело Путина увезли в холодильник на Валдае. Сергей Олегович уже сделал подробный разбор того, какие изменения произошли в России за эти три месяца на своем YouTube-канале. Ссылку на который вы найдете в описании. Ну а сегодня мы попросим Сергея Жирнова рассказать нам вкратце, да, то есть, что сбылось из тех прогнозов, ожиданий, которые все давали вот три месяца назад после этой новости. Как отреагировал российский политикум, международная общественность на это все. В общем, все, что связано за эти три месяца со смертью Путина, Сергей Олегович, попрошу вас проанализировать. Нашим зрителям, уверен, будет потрясающе интересно. Но, извините, одну секундочку, Сергей Олегович, только после того, как они поставят лайк этой беседе, пускай большее количество людей ее увидят. Прошу вас, Сергей Олегович, будем очень рады. Да, конечно, круглая дата, и мы сегодня решили посвятить этому передачу с генералом СВС, с Виктором Михайловичем, человеком, который называет себя Виктором Михайловичем, потому что мы не знаем, как его зовут на самом деле, мы не знаем, кто он такой, мы не знаем его лица, мы не знаем, где он находится. Ну, находится за границей, не в России. И, значит, мы сегодня подводили такие трехмесячные итоги. Ну, естественно, в деталях это надо послушать, конечно, передача, там 45 минут у нас разговор, так что все, кто хотят, могут туда прийти, либо на его канал, либо на мой. Ну, а вкратце можно сказать, вот какую вещь, что, к сожалению, вернее, давайте с позитива начнем. Ну, позитив есть, потому что эта новость наделала шороху, ну, просто жуть, да, потому что миллионные просмотры были у первых интервью, и вот все каналы, абсолютно все каналы, российские, украинские, посвятили тогда очень много передач этому обсуждению, этой истории, которые набирали просто миллионные, многомиллионные просмотры. Вот, и самое главное, что и Валерий Дмитриевич Соловьев, и генерал УСВР удалось навязать Кремлю свою повестку. То есть он, они создали, во-первых, мемы, которые просто разрослись, и от которых теперь Кремль не может отлипнуть вот этот Путин в холодильнике, да, значит, там, чего еще было. Но самое главное, Путин в холодильнике, да, потому что теперь вот все, ну, где, где угодно, даже в России, вот я тут видел опрос Радио Свободы на улицах, вот, и кто-то потом спрашивал, а что вы думаете там про Путина, там, выборы, там, не выборы, и там, чуть ли не каждый третий говорил, а он же в холодильнике лежит. Вот, то есть, в принципе, это, скажем так, в медийном пространстве и в народном пространстве, это мысль, которая гуляет, на самом деле есть много последователей у этой мысли. Вот, я у себя на канале делал по горячим следам опрос, и у меня разделились примерно так. 50% считает, абсолютно верят в это дело, 20% верят 50 на 50, а еще 20% хотели бы верить, но им требуется доказательство, и это моя позиция. То есть, я не верю до сих пор в эту новость, но мне очень хотелось бы верить, и, так сказать, но мне требуется доказательство, потому что моя бывшая профессия, она меня заставляла никому не доверять. То есть, я не могу верить на слово, а, к сожалению, так сказать, самая главная слабость, вот если говорить уже немножко о критике, то самая главная слабость позиции, которую занял Валерий Дмитриевич Соловей и генерал СВР, это то, что они сказали, что, ну вот, мы вам говорим, вот у нас есть сведения от проверенных источников, что так случилось. Вот, но проблема заключалась в том, что один из источников, который про это говорил, генерал СВР, фамилию которого мы не знаем, имя мы его не знаем, лицо мы его не видели, мы не знаем, какое у него, где он по-настоящему служил и так далее, вот, и он говорил, ссылался еще на какие-то анонимные источники, но уверял, что знает все на 100%. И Валерий Дмитриевич Соловей, который ссылался на генерала СВР, вот, а также еще на свои какие-то там кремлевские источники, вот, и оба, кстати, когда это говорили, сказали, что вот сейчас, так сказать, вы поверьте нам на слово, но скоро вы все увидите, потому что будут реальные подтверждения, очень скоро, и в любом случае сейчас вместо мертвого Путина используют двойника, это невозможно очень долго, потому что невозможно, потому что невозможно. Ну, кстати, Валерий Дмитриевич Соловей, он хитер такой, он дает раз в месяц по 26 числам, кстати, платные лекции на своем канале, вот, и он 27 октября сказал, я вот вчера, 26 октября, рассказывал тем, кто заплатил за мою платную лекцию, почему двойника нельзя использовать долго, но публично он это не сказал, вот, а генерал СВР, кстати, сказал, что это ахинея полное использование долгой двойника и так далее. И вдруг, вот сейчас, когда мы подводим итоги, оба говорят, что двойник идет на выборы, и что только после выборов будет смена правительства, и только где-то к концу года 24-го или на пороге 25-го возможен какой-то транзит власти и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, они кардинально поменяли свою позицию, вот, ну, и генерал СВР, в общем, признал сегодня объективно, он сказал, что да, мы, конечно, ожидали, что эта идея будет поддержана в обществе, так сказать, гораздо более, с большим энтузиазмом. Вот, скажем так, народные слои поддержали, но нет ни одного действующего политика Российской Федерации, которая поддержала эту идею, нет ни одного этого самого, как называется, оппозиционного политика, который ее поддержал, хотя есть некоторые оппозиционные политики, которые говорят, вообще Путин не 26 октября 23-го года умер, а он умер еще 10 лет назад там и так далее и тому подобное. То есть, есть такие люди. Вот, и ни в одном государстве, ни один государственный деятель, ни одного государства, в том числе, кстати, Украины, ни один государственный и значимое лицо в Украине, ни военные, ни спецслужбы, ни государственные, на государственном уровне не поддержали эту идею. И это большое разочарование и для Валерия Дмитриевича Соловья, и для генерала СВР, потому что они считали, что если бы хотя бы все оппозиционные движения Российской Федерации, которые, ну, хотя бы находятся за рубежом, то есть, ему не грозит ничего там, ни тюрьмы, то есть, их всех осудили там, или многих осудили, но они, по крайней мере, ни как Навальный, ни как Яшин, ни как Геккин, то же самое, не сидят в тюрьме. То есть, и в этом смысле, если они поддержат это дело, то им не грозит новый тюремный срок или там продолжение тюремного срока. Вот, но никто не поддержал ни Каспаров, ни Ходорковский, ни Фейгин, ни никто. То есть, все, так сказать, потроллили, все постебались, посмеялись, хорошая шутка, все оценили юмор, оценили, так сказать, глубину тролинга, но никто на политическом уровне, на серьезном уровне не поддержал. Ну, а тем более, на этом сообществе. Вот такие вот итоги. Да. Вот в Главном управлении разведки Украины, кстати, да, тоже к этой мысли относятся скептично, однако, как заявлял представитель ГУРа, господин Юсов, у них нет информации подлинной, жив ли настоящий Путин. Он говорит, ну, у нас нет информации, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, как говорят настоящие разведчики. Однако, вы абсолютно правы, что Кремлю удалось эту повестку навязать. Мы увидели, как во время, ну, так называемой избирательной кампании, Путин так или иначе, во время пресс-конференции, во время своих выступлений, темы двойников как минимум касался, вот даже и с последними, да, Путин, ему даже не спрашивали. Он сам такой говорит, я вот редко, но встречаюсь со своими одноклассниками, одногруппниками, ну, такие, да, простые ребята, собираются, значит, по пиву выпить в бане, вот, и они, говорит, часто смотрят на меня и говорят, я не верю, это ты или не ты. А я им отвечаю, вы сами не знаете и не понимаете, как человек может выглядеть на определенном уровне ответственности. Не знаю, что именно хотел Путин сказать, но то, что он к этой теме отсылается, это же действительно один из главных результатов. То есть им пришлось на это реагировать. Даже Песков в свое время реагировал на новости о вероятной смерти Путина. Вот это действительно очень показательно. Пескову пришлось реагировать даже три раза, Путину пришлось вводить даже такой момент во время его пресс-конференции 14 декабря, как общение со своим двойником. Да, что, кстати, в общем, было довольно глупо, потому что если бы, ну, они, я понимаю, они просто хотели, знаете как, они не хотели серьезного разговора на эту тему, они не хотели вдаваться, оправдываться там и чего-то, и поэтому они решили взять юмором, вот, но юмор хорош тогда, когда у всех на 100% убежденность в том, что каждый раз Путин настоящий, вот, а когда у нас есть сомнения даже у всех, ну, то есть, вы знаете, грубо говоря, еще вот что надо сказать, что есть сомнения, что Путин умер, но сомнений то, что Путин использует двойников, практически нет даже у самых серьезных экспертов. Да, и в главном управлении разведки на полном серьезе говорят, что их как минимум двое, это официальная позиция украинского гура. Да, вот это, так сказать, состоялось, и в этом смысле это, конечно, успех большой и Валерий Дмитриевич Соловья, и генерал СВР, потому что, конечно, они, как мы с вами уже сказали, они навязали Кремлю свою собственную повестку, и Кремлю пришлось теперь оправдываться, и каждый раз они оправдываются, вот, ну, а по заявлению Путина, вы знаете, откровенно говоря, вы человек молодой, вы еще с этим делом не сталкивались, а я заканчивал МГИМО в 83-м году, то есть это было, когда там, значит, 83-е, это чего там у нас, 27 лет, нет, 17 лет там и 23, то есть 40 лет тому назад, 41 год тому назад я заканчивал МГИМО. Так вот, у нас первая встреча выпускников где-то была лет через 10 или через 15. Я вам честно скажу, что на эту встречу, вот на эту встречу я не попал, но я попал на вторую встречу, и, ну так, процентов 10 людей, которые пришли на эту встречу, я не узнал, кто это такие, я их просто не мог даже фамилии назвать и по лицам сказать. А остальные, а две трети, ну, так сильно изменились по сравнению со студенческими. Вот на меня вы смотрите на книжке, да, вы меня можете узнать на этой книжке, вот мы сидим две, практически, да, а мне 63 года, да, а вот на книжке на этой я, мне 30 лет. Вот, а вот все мои друзья, по МГИМО, я уж не говорю про одноклассников школьных, потому что там я просто половину не могу узнать, кто это. Вот, так что в этом смысле Путин, в общем, ну, увы, мне бы хотелось бы его критиковать, вы сами понимаете, что я очень сильно не люблю, вот, но я стараюсь быть объективным, и в этом смысле он, конечно, прав. Ну, наши зрители вам все равно не верят, Сергей Олегович, не может быть вам 63 года, слишком уж молодо вы выглядите, но ладно, если так, как шпион говорит, пускай будет так, хорошо. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Если уже Путин не начали, давайте продолжим. Съездил он к границам вражеского НАТО, съездил он в Калининград, прямо в окружение врага, так сказать. Российские СМИ, что интересно, со ссылкой на источники Федеральной службы охраны, писали, что там на Путина готовилось покушение. Якобы сотрудники ФСО задержали сначала, после этого даже ликвидировали из-за перестрелки двух киллеров, которые готовили ликвидацию Путина. У них не было документов, сказать, принадлежать ли они к спецслужбам других стран нельзя, или это были внутренне российские какие-то такие терки, назовем. Однако у них была бомба с собой, взрывное устройство и снайперская винтовка. Но вот, кстати, ранее в украинском ГУРЕ говорили, что за время полномасштабного вторжения, даже за эти последние два года, на Путина были совершены уже ряд покушений. Однако вот что интересно, тогда представитель украинской разведки заявлял, что эти покушения не были инспирированы украинской или западной стороной, а мол, они были инспирированы именно окружением военного преступника Путина. Вот в целом, да, насколько вам верится в то, что действительно на Путина могло готовиться это покушение во время поездки в Калининград, и кем оно могло быть организовано, конечно же, это главный вопрос. Я вообще слабо верю в это дело. Слабо почему? Потому что ссылались на ФСО и на ФСБ. И у меня по старой советской, так сказать, по знанию старой советской системы есть твердое убеждение, что ФСО и ФСБ надували щеки перед Путиным, что они такие крутые, что они смогли предотвратить этот заговор. И мы все смотрели, кстати, «Семнадцать мгновений весны», великолепный наш фильм, который мы вспоминаем чуть не в каждой передаче с вами. И помните, когда там Гиммлер защитил Путина от холостого выстрела? Кстати, в самом фильме Юлиан Семенов написал «Идиотизм» по-русски, потому что он сказал «от холостой пули». Холостой пули не бывает, бывает холостой выстрел, потому что холостой выстрел – это как раз тогда, когда нет пули. А он сказал «от холостой пули». Ну ладно, это, так сказать, из статьи «Семнадцать мгновений туфты». Но самое главное, что главная версия – это то, что ФСО и ФСБ пытались, местное управление пыталось показать Путину, что они такие крутые. Кстати, эту информацию довольно быстро убрали с российских средств, которые ее опубликовали, потому что они подумали-подумали, плюс Кремль увидел ее. И сказал «Вы что, ребята, охренели, что ли?» И, значит, получается, что нашего любимого Владимира Владимировича Путина, который там 82% или 90% его народ просто обожает, а все остальные просто тоже любят, но не знают просто, что они его любят, им просто надо там лет 25 в тюрьме в тюрье гидать, и они тогда тоже поймут, Навальный, там всякие, Яшин, что они тоже Путина очень сильно любят. Вот. Какое покушение? То есть на самом деле это совсем не та картинка. То есть там же остаются еще, там Кириенко, там есть какие-то еще политтехнологи, у которых есть голова на плечах, и которые сказали «Вы чего?» Значит, получается, что есть какая-то оппозиция внутренняя, и не просто оппозиция внутренняя, а которая пытается, значит, покушение устроить. Это вот там не Гиркины, которые клуб рассерженных патриотов, значит, в Патреоне или там в Ютубе, и просто языком трепать, вот, а которые прям просто винтовку, значит, и вперед, значит, может, это вагнерцы какие-то, может, и Пригожин, тень от Сан-Гамрета, может, это Пригожин. Кстати, генерал Сверова и Мячеславови сказали, что Пригожина уже как нет три дня на радарах в Венесуэле. Он исчез, и ждут они его воскрешения в Российской Федерации. Вот. А я по этому поводу уже смеялся с несколькими вашими коллегами с украинских каналов, что вообще-то на месте ваших спецслужб я бы нашел человека, похожего на Пригожин, и записал бы с ним видос, что «Вовочка, я иду к тебе!» И это самое «Дрожи, сволочь, с кувалдой», знаете, такой Пригожин. Или даже дипфейк какой-нибудь сделал бы. Я удивлен вообще, что... Тут даже дипфейки, извините, Сергей Олегович, не нужны. Я помню, после того, как упал самолет Пригожина, я помню, как опубликовали разные редакции телеграм-каналов российских, как им их подписчики постоянно присылали фотографии каких-то людей, похожих на Пригожина. То там Пригожин на детском утреннике, то Пригожин метет двор. Просто какие-то лысые, здоровые мужики. Правильно, правильно. Так что вот такая история и есть. Но я думаю, что на самом деле это все-таки надувание еще к российских спецслужб. А потом, когда они опомнились, они поняли, что это работает против них, потому что получается, что на Путина есть какое-то лобби, которое готово его убить. Ну, Путина называют самым защищенным человеком. Чуть ли не самым защищенным человеком в мире, охраняемым. В целом, вот этот тезис, коротко попрошу вас прокомментировать, о том, что если покушение будет, то оно будет инспирировано именно окружением, потому что только у них будет возможность нечто такое подготовить. Да, вам тоже так кажется, что это наиболее вероятный сценарий в случае развития вот этой вот линии с вероятным покушением в будущем? Это мне не кажется, это логика. Это техническая логика. То есть в любых закрытых режимах единственные люди, которые имеют доступ к телу, это те люди, которые обслуживают Путина. А поскольку они имеют доступ к телу, они могут с этим телом что-то сделать. Вот это, так сказать, логика первая. А логика вторая – это старый анекдот про неуловимого Джо. Почему его не могут поймать? Потому что он никому нафиг не нужен. Путин, в принципе, он как бы преступник, но я бы сказал, что в Украине наверняка Путина не хотят убить. Путина хотят выкрасть и выдать его в Гаагу. Вот это классная задумка. Потому что если вы его убьете, то вы его освободите от ответственности. И это, кстати, я проговаривал даже в интервью с Дмитрием Гордоном в прошлом, когда он меня спросил, как вы относитесь к этой смерти Путина 26 октября. Я сказал, что, в принципе, есть очень слабая сторона во всей этой версии. Это то, что если настоящий Путин умер, значит, все. Значит, этот самый орден на арест настоящего Путина уже все. Нельзя его использовать, потому что и по юридическим законам, человек, который умер, все преследования государственные юридические к нему заканчиваются на этом. Его нельзя осудить. То есть его можно осудить морально, но юридически уже его осудить нельзя. И таким образом, я сказал такую страшную фразу, что Валерий Митриевич Соловьев таким образом может даже отмазывать Путина от ГАГи, которой, в общем, очень не понравилось Валерий Митриевич Соловью и генералу СВР. Но это вот, тем не менее, это объективная вещь, потому что если Путин умер, то, значит, некому отвечать перед ГАГой. Правда, они там не до конца поняли, они стали разговаривать. Ну, а вот если он живой, нет, не живой. Если он умер, то все, значит, некому предъявлять претензии. И с другой стороны, ведь в Украине приняли документ о том, что нельзя переговорить все с Путиным. А если Путин умер, значит, все, значит, открыта дверь для переговоров. А это вот эти переговоры с Россией, туда-сюда, это может быть одна из форм тоже, так сказать, отмазки Российской Федерации от ответственности. Какая интересная мысль, Сергей Олегович. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Давайте еще поговорим о визите Путина в Калининград. Ну, там действительно огромный шорох был в городе. Безопасность, сотрудники служб безопасности, их там было огромное количество, рассказывают, что Путин... Ну, во-первых, давайте не рассказывают. Конкретный факт. Путин летел в Калининград даже не прямым путем над нейтральными водами Балтийского моря. А вот что рассказывают, так это то, что студентам университета имени Канта, Эммануила Канта, где, собственно говоря, и выступал Путин, в день приезда запретили, значит, болеть и заказывать еду. Ну, что это значит? Им отправили сообщение от деканата о том, что, от ректората, что, во-первых, утром все комнаты в 5 часов утра будут обходить сотрудники федеральной службы охраны. Если двери будут закрыты, их не откроют, то их взломают. Далее. Доставку еды пускать не будут, но бог с ней, доставка еды на территорию университета, но не пустят даже скорую помощь. Поэтому всем быть здоровыми. Вот так написали студентам в ректорате. Не постеснялся Путин процитировать того самого философа Эммануила Канта, который, хотя в подавляющем большинстве всех своих трудов выступал и против войны, против вмешательства в дела других стран. И это, кстати, особенно забавно. Как вы считаете, вот этот символизм, да, то есть именно в университете Канта цитировать Канта, который как раз сейчас бы, будучи он современником Путина, точно бы выступал против и был бы, наверное, в эмигрировавшей оппозиции. Вы знаете, я эту ахинею, конечно, мы с вами уже не раз говорили, что я буду требовать доплату, так сказать, и молоко за вредность, за то, что мы слушаем эту ахинею. Я ее послушал немного, ну, так, минут 30, наверное. Вот, и этих 30 минут мне хватило за глаза. Кстати, во-первых, подтвердилась версия Валерия Соловья, что это двойник, потому что он начал приветствие «Здравствуйте, друзья!» Он не сказал «друзья», он сказал «друзьи!» Никогда мы Путина, который говорил «Здравствуйте, друзья!» мы не видели. Так это же на украинском, Сергей Олегович, вы знаете? Ну, вот видите, вот видите, «Здравствуйте, друзья!» сказал нам товарищ Евгений Васильевич, который приехал, значит, к этим студентам. Вот, а дальше это, вы знаете, нужно вообще, вот у вас есть замечательный персонаж на ваших каналах, обманутый россиянин, который берет такие, значит, такие ролики и просто комментирует посрочно там по... Вот я бы сделал такой ролик с Путиным, но возьмем даже просто первые 10 минут, буквально в двух словах. «Здравствуйте, друзья!» Дальше он говорит, садится, такой довольный. «Ну, вот мы все учились так в университетах». Что значит «все учились в университетах»? В Советском Союзе в университетах это там порядка 7% населения училось. В Российской Федерации в 89-м году – 11%. Сейчас, если взять население до 65-ти лет, 31% имеет высшее образование. То есть сказать, что мы все учились в университетах – это, ну, во-первых, глупость, да? Просто глупость такая, статусическая. Дальше, поехали дальше. Дальше он, значит, говорил, вот там 25-е все-таки это Татьяна, Татьянин день там или что там, значит, университетский, ну, как бы считается праздник студентов, студиозов Российской Федерации, потому что в 1755 году Елизавета Алексея Петровна, значит, открывала Московский университет. И Путин говорит, и веками Россия, значит, славилась своим образованием. 1755 год – это всего лишь 269 лет тому назад. Какими веками Россия славилась своим высшим образованием? Я вам напомню, я в Википедию слазил, всем советую, кстати, прогуглить их. Первые университеты мира, там есть даже статья такая в Википедии, и вы посмотрите, сколько десятков университетов было по миру, начиная с IX века, то есть тогда, то есть за 800 лет до открытия первого университета в Российской Федерации, до открытия первого университета. Дальше он говорит, ну, вот видите, и вот эта вот вековая традиция, она обеспечивает уровень страны, да, уровень страны, отлично. И прогуглик, следующую вещь я прогуглил, ну-ка давайте посмотрим ранг российских университетов. Вот, ну там есть разные, разные системы, значит, оценки, вот есть одна такая британская система оценки, которая оценила 1300 университетов по всему миру, так вот результаты очень, вот очень плачевные. Первый российский университет МГУ на 75-м месте в этой классификации, мировой классификации, на 75-м месте лучший университет России. Во второй сотне нет ни одного университета России. В третьей сотне 6 университетов России. В четвертой сотне 8 университетов России. А дальше они все там 800-е, там 900-е, 1100-е и прочие всякие места. То есть на самом деле в Российской Федерации уровень высшего образования, если его сравнивать с мировыми университетами, чрезвычайно, чрезвычайно низкий. Вот, и это, кстати, а Путин дальше говорит, а вот, значит, если у вас хорошее образование, значит, дальше все это дело определяет и уровень развития страны. И здесь я с ним соглашусь, да, конечно. Вот поэтому мы понимаем, что нет никаких у них танков армата на вашем фронте. И слава богу, кстати. Да, и поэтому понимаем, почему у них космический спутник на Луну падает. И поэтому мы понимаем, что у них космодом восточный недостроен, и там пересажали все руководство за последние 15 лет. И выгнали Рогозина. Вот, и так далее, и тому подобное. То есть в этом смысле, конечно, все замечательно. Ну, а дальше это можно разбирать там, я не знаю, по... Там очень много приколов, потому что девочка какая-то встает и говорит, я начальница спортивного клуба. А Путин ее в конце спрашивает, а каким вы спортом занимаетесь? Она говорит, а я группа поддержки. А группа поддержки, знаете, такие девочки, которые с этими, с флажками и всякими в гимнастической форме выходят на матчи баскетбольные, футбольные и так далее, в перерывах. Просто, значит, обращаются к болельщикам или к публике, их там занимают своим телом и танцами. То есть, на самом деле, она никакая не спортсменка даже. Вот такая химия. И дальше разговор про семью, потому что стал такой мальчик, стал девочкой, и им сказали, вообще-то мы студенческая семья. И Путин им сказал, да, хорошо, замечательно. А вообще-то тянуть с этим делом не надо, говорит нам Путин, у которого первый ребенок родился тогда, когда ему было 32 года, который женился в 31 год, и так далее, и того подобное. И который, на самом деле, развелся с этой своей студенческой женой, и теперь вообще бобыль, у которого нет ни детей, ни внуков, мы их никогда не видим, он никогда не показывает, и который все-таки еще продолжает. А дальше, посмотрите, Шетельмана, который я не буду придумывать, что это я увидел сам, потому что Путин дальше на пальцах нам начал показывать, как семья обеспечивает воспроизводство. И он говорит, что если один ребенок, если один ребенок, то, значит, это не воспроизводство. Если два ребенка, то это только воспроизводство семьи. А если три, сказал Путин, вот так вот показал, а если три, то тогда, типа, эта самая семья воспроизводит не только саму себя, но и помогает это общество прогрессировать. И он сказал, а если три, вот так вот, значит, ну, то есть это дурдом. Может быть, это понять, Сергей Легович, может быть, он нам что-то, ну, знаете, как вот этот жест, да, может, он что-то сигнализирует как-то, кто знает. сигнализирует. На самом деле, двойник Евгений Васильевич нам сигнализирует, что его взяли в заложники, не дают ему есть, не дают ему встречаться с женщинами, об этом, кстати, написал генерал СВР, держат его, значит, в черном теле, не дают ничего делать, заставляют его ездить по всей стране, нести ахинею какую-то, вот, и так далее. Ну, то есть, конечно, это, ну, вы знаете, это ужасно, потому что даже, вот если это настоящий Путин, то я уже давно говорю, самое главное, это вовремя уйти. Вот пока ты еще нормальный, пока у тебя еще все хорошо, с головой, там, туда-сюда, вот, а вот, когда ты уже вот так начинаешь нести такую ахинею, и еще, главное самое, он же не критично, абсолютно не критично себя воспринимает, то есть, он убежден, что у него все отлично, все, он прекрасно выступил, рассказал все, там, ему же, ему же там аплодировали, там, я не знаю, там, смеялись, потому что это, знаете, как это, стокгольмским синдромом называется, когда вас держат заложники, то вы влюбляетесь в того человека, который вас держит заложники, вот, ну, то есть, на самом деле, конечно, человек пересидел, то есть, старый пердун, вот, и это, в общем, заметно, скажем, с каждым разом. Вот о семье, кстати, Путин давеча вспомнил еще раз, он рассказал о своем детстве, такие подробности, мне такими поделился, говорит, ну, во-первых, говорит, я никогда не видел отца пьяным, я никогда не слышал от него ни одного бранного слова, вообще, обстановка у нас в семье была доброжелательности, любви, доброго отношения к друг другу, поддержки, вот такая вот среда, в которой мы живем, не знаю, мы живем, видимо, сейчас, и я в свое время, в моем случае жил, конец цитаты. Вот, кстати, абсолютно какая-то другая история, чем та, которая описывала в своей книге автор биографии Путина, Кристина Рейлих, если я не ошибаюсь, вот, да, да, и она наоборот рассказывала, что его первый отчим, там же вроде как Владимир Путин, которому в итоге на воспитание попал Путин, это был третий мужчина уже, который его воспитывал, первый его биологический отец, или там уехала его мать от него, когда еще в Володю не родился, а вот первый его отчим, значит, наоборот, держал его в черном теле, там, выпивал, значит, бил, не любил его, и даже Владимир Путин, то есть Владимир Путин старший, тоже как-то Вовочку не особо, Вовочка был там, получается, третьим, да, или я что-то, я уже запутался. А третьим ребенком, но не, да, третьим ребенком, и якобы он тоже Вову не любил, и тоже часто бил, чего вот действительно, помните, мы с вами обсуждали, что то Путин делился какими-то воспоминаниями о нежности там его мамы, как она его наказывала там в угол ставила, теперь вот такие подробности, как-то, не знаю, такое чувство, что вот он как будто рассказывает историю, как бы он хотел на самом деле, вот чтобы все было. Да, это очень похоже на воспоминания, знаете, старых больных людей, которые, в общем, уже придумывают, что-то додумывают, то есть они на самом деле транслируют не то, что было, а то, что им хотелось бы, чтобы так было. С одной стороны, с другой стороны, я вам напомню, что несколько лет тому назад Валерий Дмитриевич Соловей, кстати, говорил, что у Путина Альцгеймер начинается, и вот, вот если на полном серьезе вспоминать, что у него все было замечательно, то это не соответствует, кстати, его описанию той книжки, которую он издал в 2000 году, потому что он говорил, мы жили в коммунальной квартире, и там ничего хорошего не было, я уходил, кстати, в еврейскую семью, потому что там было поспокойнее, и так далее, мои родители вообще мной не занимались, я жил во дворе, то есть мы понимаем, что это пацан из подворотни, там его тоже насиловали, избивали, унижали, и так далее, шестерка маленькая, и так далее, вот, то есть на самом деле, конечно, это уже, в общем, с головой-то у парня явно едет что-то, да. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь, и будете знать все. Последнее время Путин очень активен, он встречается, ну, по избирательной кампании идет, да, так называемая, встречается много с россиянами, и вот, значит, на одной из последних встреч на ВДНХ к Путину привезли многодетного оленевода. Друзья, если вы не видели эти потрясающие кадры, я вот уже вам рекомендовал в предыдущем интервью вчера, но я просто рекомендую вот настойчиво. Я, честно говоря, если бы умел вам его тут воспроизвести, я бы вам его воспроизвел, мы бы вместе посмотрели. На самом деле, потрясающий там персонаж приехал, ну, человек из провинции, человек из тундры, и вот интересно даже не то, кто это, а что он говорит. Он, значит, обращаясь к Путину, сказал, у нас каждый ребенок знает ваше имя, как только начинает говорить, это наш Путин. Говорит, мама, у меня путинские деньги есть, пойди купи мне молока, а мама говорит, где же я тебе его куплю? В магазинах в тундре нет? Вот такие вот у нас истории в тундре. И смеется. Я напомнил вам эту историю про вот это. А что это за провокация? У вас же дорог нет, да? Зачем вам машина, как он уже ответил одному человеку? В целом, что это за персонажи, да? Вот зачем их привозят к Путину? Такое чувство, как посмеяться просто. Но я же думаю, это же политтехнология, наверное, определенная. Вы знаете, нет, политтехнологии там уже давно никакой уже нету, потому что там явно, мы с вами уже беседовали на эту тему на вашем канале, в том смысле, что есть два лагеря вокруг Путина, каждый из которых борется за его ум, и у каждого из которых свой подход к политтехнологии. Один говорит, надо говорить про войну, показывать военные достижения и так далее и тому подобное, патриотизм и прочую всякую фигню. А другой говорит наоборот, надо вот ездить на ВДНХ и там встречаться только на фоне виртуальных картинок с реальными людьми, какими-то из народа и говорить просто о хороших вещах. Но на самом деле ни те, ни другие на Путина ничего сделать не могут. А главное другое, что вот людей из народа, ну как вы этого оленевода, чего ему сделаете? Потому что ему написать текст нельзя, он его не запомнит просто. Он может рассказать только от себя. А эта от себя Тина, вот она вот такая у него. И все. Ну, если бы были они поумнее, они бы тогда сделали бы непрямой эфир, они бы сделали тогда записи, можно было бы там подрезать и так далее. Но они не заморачиваются, значит, все схавают россияне, они глупые, они не размышляют, у них голова не на том месте. И, так сказать, вот таким образом получается эта бодяга. И, кстати, вы обратили внимание, опять же, он не в тундру поехал, он же там был в этой тундре. Чего он там не встретился с этим оленеводом-то? Там, в тундре, в Чукче, в Чуме, вот приехал бы к нему в Чуме, там бы он ему и рассказал. Так нет, это же такая же история, как он ездил в Дагестан, а потом на следующий день какая-то дагестанская девочка к нему к Кремль приезжала. Да, потому что, а, я забыл там, забыл с тобой встретиться. То есть это у него, ну, в общем, с головой проблемы. С головой проблемы и в Кремле проблемы. В Кремле проблемы то, что даже те правильные вещи, которые есть, какие-то политтехнологи, которые ему говорят, Путин их не слушает. Вот, а есть какие-то другие политтехнологи, и он их сталкивает все время с ушами, вот, хлопающими, и в результате получаются вот такие вещи. Точно так же, как вот чуть-чуть еще возвращаясь к этому университету Канта, он, значит, рассказывал, какие замечательные кампусы там будут строить. Да, вот там уже один строится, еще там, сколько там, 25 планируют они. И это все он рассказывает на встрече, во время избирательства, встречи с избирателями, всем тем, кто сейчас сидит без света, без воды, без отопления, без канализации, он им рассказывает, какие кампусы замечательные, сколько миллиардов они вложили в кампусы. Но вот у этих россиян, у них не срастаются мозги. Они говорят, да нахрена нам эти кампусы, вы мне сталинские бараки сломайте сначала, вы хрущебы сначала сломайте, а потом будете заниматься кампусами новыми для студентов. Вот, опять же. Не говоря уже о том, Сергей Олегович, что, грубо говоря, там каждая ракета-кинжал, выпущенная по мирным украинским городам, стоит примерно как школа новая. Это раз. И 11 триллионов рублей военного бюджета могли бы, на них можно отстроить, было бы не 25 кампусов, а 500 кампусов, и сломать все сталинские бараки и все хрущебы. Вот. Но у него такие проблемы. А потом, кстати, он тоже вот говорил, там вот добро какое-то, чего-то там вот, совершенствование, там какие-то культурные... Это говорит человек, который убил 370 тысяч своих собственных граждан, покалечил почти миллион. Сколько убил в Украине, мы не знаем, но только явно за 100 тысяч, что точно совершенно. И это он все разглагольствует об этих самых ценностях человеческой жизни, точно так же, как его дочка, Маша Путина, которая тоже вот такая вся научная, такая вся руководительница, миллиардерша, вся живет на бабле, на российском, значит, вся просто усыплена этими миллиардами бюджетных денег и тоже сказал, что вот Российская Федерация, наша культура, это вот человек, мы совершенно не ориентированы на экономику нашей, ну типа мы, так сказать, не рубли нас интересуют, не поклонники... Не проклятые капиталисты. Да, не проклятые капиталисты, а мы все это про культуру, про науку, вот все это дело. И кто в это, вот кто вот в это химе верит? Вот кто верит этим разглагольствованиям этого старого пердуна, который рассказывает такой химею? Друзья, вы ваши мысли по поводу тем сегодняшнего обсуждения оставляете в комментариях, очень всегда любопытно читать. И спасибо, кстати, что вы прислушиваетесь к моим призывам и пишете, и лайкаете. В общем, друзья, буду рад, если вы и сегодня это сделаете, потому что, кстати, не забывайте, что часы судного дня остановились за 19 секунд до апокалипсиса, да, в этом году их не стали переводить, 90 секунд это выше крыши. Даже если их осталось действительно всего лишь столько, выше крыши достаточно для того, чтобы подписаться на YouTube-канал Сергея Жирнова и на наш YouTube-канал Дмитрий Гордон и Алиса Бацман в гостях у Гордона. Давайте еще о серьезном поговорим, Сергей Олегович. Обновление есть по теме падения российского ИЛ-76 на территории Белгородской области. Россия не дает согласия на международное расследование этого инцидента, не собирается пускать представителей ООН на место крушения и пока что не предоставила никаких доказательств того, что на борту были украинские военнопленные. В целом вся эта история может быть, конечно, много версий разных. Главное управление разведки до сих пор свою позицию, однозначная позиция, мы подтвердить не можем. Россия не предупреждала о том, что там могут лететь люди, не просила обеспечить безопасность воздушного пространства. Все это похоже на какую-то большую такую утку, которую сразу же, как по команде, понесли пропагандисты, российские политики. Помните же марш Пригожина? Тогда никто не знал, что делать. Кто-то уехал, кто-то молчал, а здесь вот только это происходит, и сразу все, как по указке, начинают отрабатывать вот эти тезисы. Ваше видение этой ситуации, Сергей Олегович, только очень вас попрошу, нас смотрят, вероятно, люди, у которых находятся родственники сейчас в плену, поэтому, пожалуйста, примите это к сведению, для того, чтобы мы как бы их чувства уважали. Ну, это вы могли бы мне не говорить, так сказать, это всем понятно и так. Простите, не хотел вас оскорбить, Сергей Олегович. Ничего, ничего. Кстати, это объясняет, очень сдержанную позицию украинской стороны. Вот это то, что привлекло мое внимание, потому что украинская сторона очень, очень аккуратно с прошлого, с прошлого дня, вот мы, смотрите, записываем нашу передачу вечером в пятницу, 26 октября, вот уже очень аккуратно стала говорить, она не стала, кстати, обвинять сразу Российскую Федерацию, говорить, нет, 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 это не мы, или там, это мы, и президент Зеленский у него уже день рождения был, то ли вчера, то ли сегодня, он попросил, кстати, не праздновать его день рождения, не подавать ему там, посылать адресов и так далее, потому что, ну, обстановка такая, когда, если действительно в этом самолете было 65 военнопленных украинских, то это, конечно, трагедия. Это трагедия, безусловно. Ну вот, другое дело, что очень много вопросов остается, потому что Коношенков сказал, что самолет вылетел из Жуковского и летел в Белгород. А почему везли украинских военнопленных из Москвы? Что они делали в Москве? Да? Почему? То есть мы знаем, что их, там есть какие-то лагеря, но все эти лагеря, в общем, не очень далеко от Украины, то есть это приграничные территории, а тут вдруг каких-то военнопленных везли прямо аж из Москвы. И это, в принципе, создает сразу вопросы. Больше того, есть реакция о том, что 18 семенов из приведенных 65-ю Маргариты Симоньян уже были обменены до этого, да, то есть странный список какой-то. Вот, ну а дальше уже кадры о том, что, в общем, нет тел, кроме пяти тел, и судя по всему это летчики, которые просто выпали в результате взрыва, потому что там огромный взрыв был. Да, что-то тоже, кстати, непонятно, потому что если самолет летел из Москвы, то в нем должны быть только там остатки керосина, которые позволяют ему долететь, потому что всем известно, что самолеты никогда не заправляют на 100%, их заправляют вот только-только, чтобы долететь. Вот, и, грубо говоря, на подлете к Белгоруду у него не должно было уже даже и топлива быть очень много, чтобы объяснило такой огромный взрыв, который мы видели. Вот. И дальше вопросы по тому, как быстро и мгновенно и как многословно на это дело разразилось Российской Федерации. Случайно совершенно министр иностранных дел Лавров оказался в Нью-Йорке, случайно совершенно в Совете Безопасности он тут же потребовал сбора Совета Безопасности, чтобы обсудить этот вопрос и так далее и тому подобное. То есть, в общем, это очень сильно отдают провокации, это очень сильно похоже на рязанский сахар, это очень сильно похоже на всякие такие штуки советские, там, Катыни и прочие всякие вещи, когда... И даже если там никого не было, то это видно, что они просто отрабатывают момент, потому что я вам напомню, что такой же совершенно самолет, а именно А-50, просто на нем хреновина этот самый, значит, радар присобачен, вот, и когда вы его сбили, то вообще они ничего не сказали, они не подтвердили, вообще ничего не сказали, да, то есть это, он стоит, кстати, там в два раза дороже, чем тот, который разбился, вот, ну и в заключение уже просто уже детали, потому что действительно российская сторона не известила украинскую, что там могут кто-то лететь, не запросила, значит, спокойствия неба, и везла этих военнопленных, если они там действительно были, на военно-транспортном самолете, что вообще не соответствует конвенциям женевским, потому что обмены военнопленных всегда делаются на цивильных способах передвижения, именно потому, чтобы не было законной военной цели, потому что любой военно-транспортный самолет является законной военной целью, легитимной военной целью, вот, ну а дальше будем дать расследование, то, что Российская Федерация отказалась предоставить возможность международной комиссии, как требовал президент Зеленский, вот, и что вообще она даже цивильных своих не пустила, то есть там даже местную полицию не пустили, там даже местные службы не пустили, там просто военные все это, чего-то там сделали, вот, сделали какие-то свои съемки, вот, и при всем при том остается очень много вопросов, потому что вы видели огромный взрыв, а потом нам показывают кадры, на которых поле белый снежок, а какой может белый снежок, если там пожар, если там все сгорело, если там температура 2000 градусов, так что ничего не осталось, или там взрыв огромный, а белый снежок, и вообще очень много вопросов остается. Друзья, ваши мысли тоже можете оставлять в комментариях, друзья, только вас призову тоже обсуждать версии, конечно же, никто никому, как бы, ни то, что не запрещает, никто никого не отговаривает, просто воздержитесь от утверждений, скажем так, да, и помните, что ваши комментарии могут под этим видео прочитать и родственники, тех людей, у кого родственники находятся в плену у оккупантов. Напоследок, Сергей Олегович, еще одна тема есть, это о террористе Гиркине, вот как раз к дню рождения Владимира Зеленского, его закрыли на 4 года по обвинению в экстренизме в России, и на самом деле 4 года, это по нынешнему времени, ну, такой какой-то детский срок, потому что девушка, которая в супермаркете, что она там меняла ценники, по-моему, на продуктах, на какие-то антивоенные заявления, получила 7 лет, Карамурза Владимир получил четверть века за решеткой, а здесь всего 4 года, то есть не взяли, получается, Гиркина, мое личное мнение, что не взяли Гиркина в такой элитный клуб серьезных врагов Путина, а вот Дмитрий Гордон еще добавил, считает, что таким образом Гиркина решили, ну, скажем как, его решили изолировать, но при этом сохранить ему жизнь, потому что он является носителем путинских секретов. Вот такое предположение высказал Дмитрий Ильич, и вот, мол, тюрьму лучше пускай будет где-то поблизости. В целом, как вы считаете, почему такой срок и что такого может, сможет ли что-то такое знать Гиркин, что его решили держать при себе, но при этом не закрывать прямо уж на десятилетие? Ну, вот последняя история с секретами, это, мне кажется, не очень логичная вещь, к сожалению, потому что если человек знает секреты, то его лучше как раз наоборот ликвидировать, и все секреты таким образом умрут вместе с ним. Да, то есть зачем его держать? Я понимаю, когда там железная маска, потому что железная маска это вроде был там брат короля, то есть королевская кровь, его нельзя было убить, потому что он король, такой же король, как его брат. Да, там, вот, причем это исторический персонаж, это не просто не измышление там Дюма, вот, а это реальный человек, который существовал. Ну, вот, здесь я не вижу, зачем, чтобы сохранять секреты, нужно сохранять ему жизнь. Вот, нет, я думаю, что его как раз держат, его именно поэтому и не убили, и поэтому посадили, посадили, но на немножко, потому что все-таки есть какая-то публика, которая стоит за ним, да, потому что у него все-таки был телеграм-канал, там было, по-моему, 650 тысяч подписчиков, вот, то есть если просто его посадить, так, серьезно, да, на 25 лет, то они начнут, вот, не просто выходить, как они выходили к Мосгорсуду, и там что-то с какими-то флажками, там их там 10 человек было с половиной, вот, а могут прийти, вот как в Якутии, там, 5000 человек, да, вот, башкиры, вот, башкиры, кстати, показали этим Гиркину, как по-настоящему люди популярные, как их защищает народ, потому что в Баймаке вышло, там, минимум 5000 человек, а может даже больше, там, говорят, там даже чуть не 10 тысяч бы вышло, которым 20 живет, тысяч, да, да, там меньше, там, всего там 12 тысяч, то есть чуть не весь город вышел, вот, а здесь вышло 10, с половиной человек в Москве, где 20 миллионов живет, да, то есть это вот на самом деле, показали они, что они не являются активным движением, но Кремль опасается, что за ним все-таки стоят какой-то, какой-то, какая-то публика, но опять же, вы знаете, это тоже странная история, потому что с точки зрения политтехнологии, это ошибка политическая, потому что его нельзя было сейчас осудать, надо было делать это после выборов, потому что сейчас таким образом они получают какую-то радикализированную часть этого самого электората, вот, или наоборот, Путин хотел показать, что вот видите, мы можем расправиться и со своим, если он начинает критиковать Путина, а Гиркин его на самом деле, он, Гиркин его на самом деле искал, конечно, вот, это, вы знаете, ну, обычно смеются над такими вещами, да, типа вот, там девушка идет в мини-юбке, ее там изнасиловали где-нибудь там в парке, а потом ей говорят, ну, не надо было в мини-юбке ходить, да, сама виновата, типа, провоцируешь, так сказать, насильников, потому что оголяешь колени, и, значит, они таким образом не могут сдержаться, вот, ну, Гиркин вот абсолютно серьезно, потому что он просто спровоцировал Путин, потому что он назвал его уродом, абсолютно, который ничего не может делать, и даже сказал обидные слова, потому что он сказал, что вот, по крайней мере, там вот у наших бывших императриц, у них хотя бы были там фавориты, а у Путина Кабаева, ну, такая же дура, как и он, и, то есть, в принципе, ну, здесь как бы даже, ну, то есть он пошел еще и к тому же там на личное оскорбление, вот, и Путин, конечно, такого ему спустить не мог, тем более сразу после, так сказать, мятежа Пригожина, хотя Гиркин, кстати, осудил мятежа Пригожина и поддержал президента Российской Федерации, но одновременно на него наехал. В общем, он, конечно, сам себе искал это дело, но, тем не менее, поскольку он из своего лагеря, ему, в общем, просто скостили срок и дали, так сказать, по минимуму. Может, Гиркин и сам рассчитывал, что, скажем, спровоцирую Путина, вот меня за решетку бросят, и вот это будет поводом для того, чтобы, значит, началось какое-то восстание. Может, если брать за данность, что он искренне верил в то, что у него там может получиться добиться каких-то политических целей, может, просто как бы, ну вот, не получилось, планировал по-другому. Может, и с Гиркиным такая же история. Да, вполне возможно, кстати, потому что с него станется, он человек такой довольно, во-первых, неглупый, во-вторых, он расчетливый человек, и, с другой стороны, ведь, если его посадили в тюрьму, значит, из него сделали героя теперь, да, вот у него не просто теперь телеграм-канал, а он еще, так сказать, там и Малафеев с его деньгами, когда его в 12-м году направляли на Донбасс, так что, на самом деле, там у него вполне возможно, что расчет такой политический был, и, может быть, даже он сказал, что иначе его могут ведь забреть и послать на фронт, а там его просто убьют, вот и все, и он сказал, да ладно, боксинг, я сяду в тюрягу, в принципе, я человек авторитетный, в тюрьме явно, явно совершенно меня к параши не положат, наоборот, даже скажут, вот это самое, поближе, только пока, по ханам тут вот это самое, потому что ты же такой крутой, крутой чувак, даже вот на Путина там наехал, и на Кабаеву, то есть, в принципе, вполне возможно, что это был и политический расчет. Спасибо за ваш анализ, Сергей Олегович. Друзья, уверен, вам было интересно сегодня, как и мне, лайк этой беседе поставьте и отблагодарите Сергея Олеговича за то, что он регулярно находит для нас время подпиской на его YouTube-канал, ссылку найдете в описании, но не забывайте, Дмитрий Гордон, Алиса Бацман, в гостях у Гордона. Лайки ставим, тратим секунду, из 90 секунд, которые нам остались жить до апокалипсиса, по версии западных аналитиков, ну а на сегодня ставим трое точие. Сергей Олегович, благодарю вас. Спасибо.